А так просто ковида не было. Просто чтоб чисто ковид, такого не было. Как дела? Ну, вирус, не. У меня просто... ...цея. Я забыла. Я забыла. Ну, типо, я наподобаю танзелита. Просто гноєвики у меня в горлі. Як сказав врач, нічого страшного, там просто гноєвики. Я це тапортужу кашляю. У меня уже тиждень 37,2. В принципе, это не велика температура. Просто обычно має 36,6. Да, звучит страшно, если ясно. Ну, такие просто пупырки на миндалинах. У жовтого цвета. Нет, у меня обычный. Электронный, я не знаю, на які все. Просто сначала у него батарейки сіли, а потом он исчез. Ну, а 37 – це не смертельно. Просто це ненормально для моего організма. Потому что обычно моя температура 36,6 для меня нормальная. Есть люди, в яких 37 – это норма. Есть люди, в яких там просто 36 – это норма. Но у меня всегда, типо, нормальная температура была 36,6. Ага, помню. Мне иногда попадаются видосы в Инстаграме с ним. Ну, как, мне просто пустыненький стрэш в Инстаграме попадается. В принципе, и он тоже попадался пару раз. Ага, помню. Как так? Все через его руки на него так повлияло. Или это у него всегда такая была температура? О, це странно уже. Не знаю, оценивно уже не дуже нормально. Типа… Типа, когда температура поднимается, это значит, что организм боится с чем-то инородным в его теле. А он не может это из рук убрать? Воно уже не убирается никак. Меня обычно так как-то не интересует. Да, я себе сделала руки. Все-таки экспериментики. О, да, наконец-то он затых. Холодильник. А то он так шумит, начнет зараз взлопить курось. Да. Заманим начальник писал в чате. А что, клиенты не лякаются? Тебе удобно з ними? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Можна только в следующий раз с другой формой и покороче? Дядя, это мои ногти. Тебе не должно воловать, только мои ногти. Типа, ты изначально не говорив, что есть какой-то дресс-код, что ногти должны быть короткие. Ты этого не говорив. Тем более Соня, яка работала до меня, в ней ногти были в два раза длиннее. И вот у меня, якой длины, в ней были еще больше. И от моей он ничего не говорил, либо Соня игнорировала. Лома. Сон. 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 У нее прям огромные были ногти. Бо я как раз тогда заходила, говорила на что отработать с ней. Они вот такие были прям. Такой длины. Да. Да, я видела там таки прям. Огромен с ней, я бы сказала. Я не знаю, как с такими жить. Я еще еле до тех провыкла. И от дня 3 провыкала. Два-три дня. Сейчас уже не обращаю внимание, что они даже есть. Да. Да. Это уже вопрос, да. Интересно, как она воду сливает. У меня в таких случаях есть один запасный. Рабочий. Чтобы кнопки все нажимать. Иди батки. Можно только покороче? Может мы еще будем советоваться в рабочем чате, какого цвета мне ногти делать. Да. Ну типа, я, ну типа, чего это вас волнует? Воно мне не мешает работать, по-перше. Воно никак не влияет на мою работу. По-друге, я когда что-то, допустим, из витрины даю, какие-то там десерты и тому подобное, я одеваю перчатки. Я одеваю перчатки и я выдаю их в перчатках. И я пальцы в чашку не такого не засовываю. Не мешаю никому кофе пальцами. Типа, чего вы до моих ногтей пристали? Вообще, ну, я с каждым днем замечаю, что он чуть-чуть такие. Ну и там чуть-чуть такие. Недалекие. Я просто, от я, когда я такой захожу, там, в кофейню, или в принципе, какие-то заведения, то, ну, меня не особо волнует, какие там у продавца либо у бариста ногти. Ну, типа, длиння, не длиння. Нема грязи под ногтями, ну, спасибай на то. Я тоже не дивлюсь. Типа, главное, что мне чистую там тарелку дают, там, прибори чистые. И аккуратно подают кофе и все остальное. Скажите спасибо, что я вообще у вас работаю за эти деньги, которые я там работаю. Бо они не могли найти того, кто в них будет работать. Бо они! Типа, дешцея. Но если не настроение хорошее, завтра я скажу да побачь и не прощай. У меня вообще копейки. Просто, ну, по-перше, да, никто не хочет работать за такие деньги. Это чисто мне нравится процесс приготовления кофе, то я согласилась недалеко от дома. Это чисто то, что недалеко от дома, и мне, в принципе, нравится делать каву. Так, так, никто до того не хотел идти. Бо, ну, такие деньги за 350 гривен в день сидить. Да, ну, типа, мне туда идти минуты три. И это сидит за 350 гривен весь день. Никто не хотел. Никто не в такой процент. Он желал мобильный, так же, потому что я договарилась, что процентыerten надо 총 4 тысячи гривен, потому что я договорилась, чтобы проценты сегодня были достаточно USB, более 60 гривен. То есть продажа, независимо того, была 1000 гривен в кассе, не было, у меня проценты платили. У меня не было, я обычно не думаю на паспорти людей. Продолжение следует...